Ричард Брэнсон, он миллиардер, внезапно оказался в ситуации, в которой он не ожидал, что он окажется. У него такие крутые авиалинии, бизнес-классы. Вдруг он увидел, что воруют. Вот эти богатые люди, которые сидят там, они воруют. С начала года умыкнули 1700 одеял, 26-700 тысяч фирменных наборов для соли и перца, огромное количество пижам, которые там были, дизайнерских парфюмов и так далее. Вот его аналитики говорят, практически все, что не прибито гвоздями, в какой-то момент исчезает. И то же самое в отелях происходит, как мы знаем, народ выносит, выносит. Что это за ген такой сидит в человеке, а вообще в достаточно богатом человеке, что ему нести-то? Надо понимать природу человека, когда он находится в таком полете. Он находится, как маленький ребенок, когда все это его, и вот ему это все предлагают, и все. И он смотрит на это. Это не важно, что он миллиардер. А отношение его к этому, как ребенка. То есть, в принципе, вообще никого нельзя не судить, не обвинять. Нет, 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 нет. Напиши, что все, что находится перед вами, можете брать с собой. И тогда ты увидишь, что они даже, может быть, и не будут брать, потому что ты сразу же их ставишь на земное состояние. Это уже не игра. Человек захочет показать, мне это не надо. Я выше этого, мне это не надо. Все-таки там летают необычные люди, у него самолеты особого класса. Во-первых, им это предлагают, то есть уже предполагают, что они могут взять, и они уже будут по-другому смотреть за собой, чтобы не оставить другого впечатления. Что обо мне так думают, да, можно, я не такой, я... Я этим буду заниматься, мне нужны ваши серебряные ложечки. То есть, ты играешь на другую точку. Это эго, да, это гордыня, это все. Только на эго, конечно, играется, и больше никак. Когда человек не чувствует себя находящимся в очень четкой, жесткой сети связи между людьми, которая его обязывает на отдачу и на получение, а он поднимается как бы в воздух, он парит над этими условиями, тогда он так себя ведет. Когда люди будут чувствовать, что это все принадлежит всем, и этим пользуюсь я и остальные, и все это наше, наше, тогда, конечно, другое дело. Тогда не надо будет никаких отписок, никакого контроля, никакого подсчета. Но это все зависит только от самочувствия, что это наше. И тогда ощущение наше, оно будет перекрывать все остальные, у меня не возникнет никакой мысли. Я буду вечно находиться в таком подвешенном состоянии, что это все наше. То есть абсолютно все, все, все это мы. Это, конечно, интересное и приятное ощущение, но до этого надо нам еще много работать над воспитанием.